Шум грохочущего Алибекского водопада стал намного интенсивнее и заиграл мощнее после того, как его русло было расчищено от перегородивших его камней. Операцию по спасению одной из главных достопримечательностей Домбая провела группа инструкторов, работающих на маршрутах. О том, как каскад Алибекского водопада вновь заискрил в полную силу под домбайским солнцем, расскажет Фатима Даурова. Алибекский водопад по праву считается одним из самых красивых и мощных в Карачаево-Черкесии. За летний сезон его посещают тысячи туристов. Маршрут относительно несложный, что дает возможность путешественникам разной возрастной категории пройти его без особых усилий. В конце пути им открывается великолепный вид на бурный поток, низвергающийся с высоты 25 метров, а немногим выше блестит на солнце его прародитель – ледник Алибек. На фоне такой первозданной красоты туристы любят делать фотографии на память. Но буквально неделю назад водопад поменял свой вид и стал неузнаваем. Причиной послужило заграждение из больших камней в русле реки выше по течению. После прошедшего сильного дождя русло попросту забилось камнями. И поток, срывающийся вниз, сократился почти вдвое. Отремонтировать достояние Дамбая вызвались местные гиды-инструкторы. Идеологом акции спасения стал Беаслан Богатырев, который не раз водил туристов к водопаду. Мне прислали видео, как там совсем не было воды. Я решил пойти почистить русла. Я начал чистить, оттуда начали лететь камни вниз. И я побоялся, что кого-нибудь там не сбило и ушел. Потом, как бы я услышал, что ребята собираются пойти почистить русла реки, мы человек 10-12 поехали и там снизу поставили человека, чтобы под водопад никто не пошел. Почистили камни, там где-то часа два мы там поработали. И водопад стал очень красивым. Даже, наверное, чуть больше, чем было до этих племневых дождей. После ремонтных работ по оголенным скалам, покрытых когда-то панцирем ледника Алибек, не спадают кристально чистые холодные потоки. Водопад заревел в полную силу своих легких и наполнил ущелье своим мощным неповторимым голосом. Вот такой стал водопад после нашей работы с ребятами.